Защита потребителей – это общественная организация, которая около 20 лет отставит права граждан. Наш многолетний опыт помог большому количеству покупателей добиться справедливости. Наша главная цель – помощь людям. Друзья, просьба подписаться на паблик «Защита потребителей» ВКонтакте, таким образом поддержать организацию. Здравствуйте. Добрый день. Скорой документы, пожалуйста, Саша. Основание? Проверка документов. А чем предусмотрено? Что чем предусмотрено? Проверка. Федеральным законом, 664. Пункт какой? Пункт. Да. Ну как же так? Ну у нас еще проходит ряд профилактических мероприятий, например, как анаконда, которая смотрит за себя проверку документов. Понял. Причина остановки какая? Ну я же вам сказал. Проверка документов? Профилактическое мероприятие анаконда сейчас проходит. Ага. Ознакомьте, пожалуйста, с операцией. Для служебного пользования с операцией ознакомить я вас с ней не могу. На основании закона полиции, если ограничатся мои права, обязаны ознакомить с основанием, которое... На основании федерального закона полиции я вас могу остановить для проверки документов. Значит, 664 регламент, да? Вы ссылаетесь. Правильно? Я вам сейчас ссылался на профилактическое мероприятие анаконда. Вы знаете, что есть исчерпывающий перечень оснований для проверки документов? Есть, конечно. В том числе, как вы верно сказали, проводимая операция. Но законополиции гласит, что если ограничатся мои права в чем-то... Вот давайте логично размышлять. 664 регламент позволяет вам останавливать транспортные средства для проверки документов. Правильно? Совершенно. Но существует перечень оснований, которые предусматривают проверку документов. В том числе и производимая операция. А закон о полиции гласит, что в случае ограничения моих прав вы обязаны ознакомить с основанием, которое граничит. Я вас не могу. Служебную книжку покажите. Где записана операция? Совершенно верно. Давайте. Так, береги настоят с нарушением, нет? Надо потом посмотреть. Так, это выезд, значит... Это Дубна, да? Это Дубна, по-моему. Въезд в Дубну как раз. Это Тверская область. Сегодня у нас 12 июля 2023 года. Еду на суд к Дорогу Скотелевскому. 12.07.2023 оперативное профилактическое мероприятие «Анаконда». Самое первое. А дальше? Прочитали. А дальше уже не касается. Нет, у нас... Так, это сегодня при запасности и... Так же, по-моему. Сегодня при заступлении на службу, правильно, при разводе, вот это вам поручили проводить операцию, да? Скажите, что входит в операцию «Анаконда»? Выявление лиц, находящихся в розыске. Ага. Перевозка оружия, боеприпасов, наркотических веществ и других врученных веществ. Каким образом будет выявляться? Проклонным. Мне нужно установить вашу личность. Так. Проверим ее по базе. Так. Если будут на то подозрения. Подозрения есть? В данный момент да, вы мне не предъявляете документы. Ну, вы можете по базе посмотреть. У вас конкретно нет. Номер есть у автомобиля, да? Мне нужны ваши водительские удостоверения, свидетельства о регистрации. Я понял. «Анаконда» же проводится с ФСБ совместно. Нет. Это же перевозка наркотических средств всяких запрещенных. Нет, это Министерство внутренних дел операции проводится. Нет, совместно с ФСБ. А вы отдельно проводите. Хорошо, что будет входить в операцию? Только проверка документов, что ли? Я проверю ваши удостоверения. Проверю вас, что ли? Находитесь вы в розыске, нет? То есть, это не «анаконда». «Анаконда» — это вы должны досмотр транспортных средств полностью делать. Нет, оно туда предусматривает досмотр транспортных средств. В обязательном порядке. Основания для досмотра я пока не вижу. В обязательном порядке делается, потому что... Нет, не в обязательном порядке. Это получается, я каждую машину должен проверить и написать досмотр. Операция полностью. Досмотр у нас тоже пишется. Если вы не будете проверять полностью, тогда я на вас подам жалобу, вы примите от меня жалобу, соответственно, ваш руководство будет рассматривать. И в случае выявления дисциплинарного проступка, то есть, ну, не полностью проводимой операции, скажем, вас, вы будете привлечены к ответственности дисциплинарной. Хорошо. Хорошо, только проверка документов, я правильно понял? Ну, предъявите меня водительское удостоверение, здесь регистрация транспортного средства, которым вы управляете. Угу. И все? Все операции? Вы мне для начала предъявите, потом я вас сказал, что проверю по базе. Ну, хорошо, да, проверите, и вся операция будет в этом заключаться. Посмотрим, что там, как, и дальше уже будет видно. Досмотр будет? Нет. Если будут на то основания, мы придем к досмотрам. Ну, основания есть? Или нет? Профилактическое мероприятие? Да. Не будет основания для досмотра транспортного средства. Ну, значит, не полностью проводите операцию, правильно? А еще какие операции проводятся? Я вам объяснил, ремень безопасности. Ну, ремень это что, это вы визуально выявляете, да? Да, конечно. Нарушение было? Что? Нарушение было? Я визуально не увидел, что вы были без меня. Не выявил, да? То есть, это, получается, операция проведена? Ну, вот это ремень безопасности. Да, вы не выявили, значит... Ну, остановил, да, не выявил. Значит, нет оснований, получается, по рамках этой операции проводить... Совершенно нет. Ну, какие-то мероприятия, правильно? Да. Только анаконда. Ну, анаконда, я знаю, что такое операция анаконда, понимаете? И как она проводится. Я тоже знаю. Именно для выявления запрещенных каких-то вещей, предметов, оружия. Ну, это уже обсудили, да. Ну, я не вижу. Вы не проводите операцию анаконда. Я считаю, что это неправильно. Вы проводите операцию анаконда. Вы тогда должны останавливать каждое транспортное средство и проводить. Мы останавливаем транспортное средство. Я считаю, что вы просто задерживаете... Наверное, у вас номер в 100 метрах и не видно отсюда. Да, каких 100 метрах? Я скорость... Давайте не будем об этом. Со скоростью двигался, установленные в городе. Понимаете, я двигался медленно достаточно. Какие 100 метров? Я двигался очень медленно достаточно. Вы все видели. Вы по каким причинам? Документы не предъявите, пожалуйста. Водительское средство. Да, буду, если назовете полностью основание. Я вам уже все назвал. Не проведете операцию полностью. Я вам уже все назвал. Хорошо. Давайте сначала ваши посмотрим. Так, нагрудный значок 502726. Что как-то вы, по-моему, представились сумбурно. Я даже, даже камера, по-моему... Вы не разглядели. Ну, ничего не разглядели. Даже камера, по-моему, не запечатлела то, что в этом представились как-то. А кто старшего экипажа? Второй мой напарник. Ааа. Прошу. Так, разрешите... Не надо. Съемку не надо. Ну, нет, зафиксируйте. Потому что я хочу проверить. Ну, куда вы меня проверяете? Чем запрещена съемка? Я вам запрещаю. Я вам запрещаю. Пока вы мне... Чем запрещена? Вы мне запрещаете? Вы что, закон? Это служебное удостоверение. До полного ознакомления. Предъявите, пожалуйста, свои обязанные. Да куда вы мне суете в лицо? Я думаете, смогу прочитать? Вот вам я также документы предъявлю, как и вы мне. Да, также и предъявлю. Все, в лицо, да, суну? В руки только обязаны передать. Нет, я в лицо суну. Как вы мне, так и я. Я должен... Пожалуйста, смотрите. До полного ознакомления. Будьте добры. Я номер хочу посмотреть. Нет, я не прочитал. Я вас ознакомил. Пока не ознакомите, после этого будем разговаривать о предъявлении документов. Я вас ознакомил с документами. Нет, я не могу читать вблизи. Вы будете мне предъявлять водительское удостоверение. Обязательно. Обязательно буду. Предъявите мне водителя. Только после того, как вы мне предъявите удостоверение, я прочитаю. Я вам предъявил его. Я даже не прочитал. Ром, подходи сюда. Предъявите удостоверение, пожалуйста. Телефон доставай. И двух понятых останавливай. Удостоверение отказываетесь предъявить? Я вам предъявил удостоверение. Нет, я не прочитал. Да, полный закон. Сейчас мы это еще зафиксируем. Да, давайте зафиксируем, да, как вы мне предъявляете. Все правильно. С видео потом подойдешь. Да, предъявите, пожалуйста, удостоверение. Для начала. До полного ознакомления. Сейчас я ознакомлюсь. И, конечно, я все предъявлю. Обязательно. Потому что вы мне не предъявили. Как я могу убедиться, что вы садинских ТРДПС? Это ваше мнение? Я не смог прочитать. Понимаете, вот вы предъявили так, что я не смог прочитать. Вы мне в лицо тыкнули. Удостоверение своего личного. Основание. Ужебного. Я вам запрещаю снимать. Основание. Хорошо, основание. Назовите закон. Сошлитесь на закон. Герои на закон. А полиция номер 3. Где второй? И что там написано, что нельзя съемку ввести и удостоверение? Да. Там нет такого. А пункт какой? Вы сейчас самоуправством занимаетесь. На это тоже будет написана жалоба. То, что вы не предъявляете. Во-первых, не предъявили удостоверение. Нарушаете закон и свой регламент. Во-вторых, вы запрещаете видеосъемку. Которая, в общем-то, ничем не запрещена. Это государственная документация. Вы можете меня снимать, я вам не запрещаю снимать. И удостоверение это... Удостоверение запрещать я вам не запрещаю. На каком основании? Там что? Какие данные содержатся? Которые служебные данные? Какие? Я их зачитаю все равно на камеру. Ну вот, можете их зачитать, я не пробью. Ну а смысл какой-то тогда не предъявлять? Все, начинаешь снимать? Да? Предъявляем, пожалуйста. Да, давайте. Служебные. Да. Прочитаю, давайте. Да разрешите, куда вы мне предъявляете? Почему? Потому что... Вы мне предъявите. Да вы мне предъявите. Для начала. Давай я тебя зачитаю. Не вижу. Боком предъявляю. Вот, давай. Так, Коровин. Роман Валерьевич. Инспектор ДП... Отдайте дату прочитать. Это какого? Тогда. 19 ноября 24-го года. А что с руки трясутся? Вы что, не принимали сегодня, нет? Я нет, а вы? Нет. Я вообще никогда не принимал. Так, да. Следующее требование какое ваше? Есть требование. Практическое мероприятие «Анаконда». Я вас, я с вас требую предъявить мне водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, которое вы управляете. Так, я обязан это сделать? Да. В случае непредъявления ответственности, разъясните, пожалуйста. В случае непредъявления водительского удостоверения и свидетельства о регистрации, в отношении вас будет составлен протокол по 19.3. А не повиновение законного требования сотрудника полиции. Хорошо, предъявляю. Передавай. Пожалуйста. В руки? Нет, в руки передать, конечно. Сначала водительское передаю. Нет проблем. Так. А вы представьтесь, пожалуйста, будьте добры. Так, 50, 27, 35. Так, есть свидетельство о регистрации? Да, пожалуйста. Да, будьте добры. Вы старшего экипажа, да? Жалобу примите тогда на инспектор? Да, да. Так, Алексей Александрович, значит... Курков, Роман Николаевич, инспектор ДПС, ОМВД России, город Дубна, до 2 июля, 25, спасибо. Значит, Алексей Александрович, сейчас вы будете проверены по базе ФИСМ. Да. Если все в порядке, то у вас больше задержки не будет. Все, а вы пока жалобу тогда примите, да? Пока он будет. Да. Все. Да, будьте любезны, тогда я устно продиктую, у меня КУС потом зарегистрируйте, хорошо? Я сейчас бумажку возьму, да. А, да, давайте. Так, а вы на каком основании нарушаете правила дорожного движения? 5 метров нет от перекрестка. Номер 0464050. Давайте еще составим тогда материал на вас. Кто водитель транспортных средств? Я. Вы? Да. Составьте материал, пожалуйста, на водителя, 5 метров нет от перекрестка. Без проблесковых маячков автомобиль. Будете составлять? Инспектор. Составьте материал на водителя, он признал, что 5 метров от перекрестка нету. От пересечения. Покажите мне, что здесь нет пересечения. Да, вот, пересечения 5 метров нет. Здесь, во-первых, парковочный карман. Где, какой парковочный карман? Да, посмотрите. А где знак П? Там есть знак П, да? А, все, сейчас посмотрю. Давайте посмотрим знак. А нету знаков никаких. Вы меня это сейчас пошутили насчет парковочных карманов. Это не парковочный карман. Это какое-то уширение проезжей части. Нету знака П, инспектор. Давайте запишем тогда, ладно, материал тоже составим. 5 метров нету здесь от перекрестка. Очень опасно стоите, мне кажется. Какого нет? На полосе расширения надо составить материал, я думаю. Замерить, да? Для начала. Это же парковочный карман. Где? Там знака П нет, инспектор. Вы что, путаете что-то? Вот, проезжайте, что-то видите. Да, это уширение обычно. Знака П нет. Как парковочный карман обозначается? П. Правильно, 64 знак. Со способом постановки. Согласны, нет? Ну ладно, давайте запишем. Если отказываете, все равно руководство ваше все это будет рассматривать. Вот, знака П нет, друзья, посмотрите. Въезд в Дубно остановили зачем-то, непонятно. Что-то проверяет, хотят, наверное, документы потрогать. Жалобу на себя, наверное, получится. Давайте запишем тогда. Кому там, начальнику, да? Кому там, начальнику, да? ГАИ, да? По какому району? Я просто не знаю. Место. Городовна. Городовна? А, хорошо. Так, во сколько время? Сейчас подскажете. Чтобы записать. Жалоба, да? Да, жалоба. Только вы время подскажете? 15 минут назад было. Число-то я знаю. 11.30. 11.30. О 12.07.2023 года. Записали? В 11.30. Транспортный средств, управляемый мной, был остановлен инспектором ДПС. Тоже фамилию тогда впишите инспектора, ладно? То я представился вам, да, я не запомню. Да, я остановил, да? Да, да. Инспектор, да? Ну, как, да, фамилию напишите, пожалуйста. Как ее фамилию еще раз? Можете? Да, король. Так? Король. Король, ну. Дальше. Не назвал причину остановки, основание для проверки... Не, ну, причину остановки не назвал. Основание-то назвал, по требованию. Причину остановки не назвал. Позднее сослался на проводимую операцию «Анаконда». Которая инспекторам не была проведена, по мнению, в полном объеме. То есть просто документы проверил и все. И вот, посмотрите, не останавливает никакие транспортные средства. Инспектор просто стоит, сколько машин мимо проезжает. Почему-то вот только один автомобиль остановил, вот ему показалось, который управляю я. Именно вот там что-то запрещенное должно проводиться. И в розыске обязать человек должен быть. Вот подозрение вызвало почему-то вот инспектор. Один автомобиль. Моя автомашина вызвала подозрение, да? Ну, как инспектор сослался, да. Вот, видите, не останавливает никого. Смотрите, спокойно все едут. Вот, видите, без проблем. Спасибо. Правильно? Да, не проведена в полном объеме операция, да, по моему мнению. То есть не проведен досмотр транспортного средства. Не был на предмет провозимых запрещенных, там, возможно, выявления веществ, запрещенных средств к обороту. Это анаконда, она проводится именно так, с досмотром. То есть машина должна вызывать и человек подозрение такое, достаточное для проведения операции. А не просто остановить и... Не был проведен досмотр, да? Да. И документы, значит, проверить. Да, кроме того, по моему мнению, транспортное средство управляемое... Так, транспортное средство Лада Веста. О... О-46-40-50. О-46-50, да. По вашему мнению, нарушает ПДД? Да, да, да. А именно... Нарушает ПДД. Находится на перекрестке с кольцевым движением. Менее 5 метров от пересечения проезжих частей. Прошу привлечь... Прошу на месте сделать замеры. То есть, если 5 метров до... Вот, пересечения, это вон где заканчивается, начинается прерывистая линия разметки. Это пересечение называется. Даже ближе к пересечению, скорее всего, тут надо. Привлечь к ответственности к административной водителя транспортного средства. Как... То есть, вас, да? Да. То есть, вас. Будем мерить, да? В рамках возможного выявления правонарушения. Вы обязаны же замерить сейчас, правильно? Если 5 метров есть, никакие вопросы там нет. Все. А вдруг нет? А вдруг есть. А? А вдруг есть. Ну, это же надо проверять. Только мерить надо. Поэтому... Да, прошу вас сообщить номер КУСП. Все. И дату там запишите, что 12-я. И подпись я сейчас поставлю. А рулетка у вас есть, инспектор? У нас есть. Ну, давайте померим тогда. Я, возможно, правонарушения выявил. Надо проверить. Будете мерить, нет? Инспектор Коровик. Я? Да. А что, сам водитель должен себе мерить, что ли? Водитель же ваш напарник. Так, ваша померяешь? Да, Шамардин Алексей Александрович. Шамардин? Я распишусь. Пока в дежурную часть ПУСП ваш этот звякнет. Мы с вами рулетку достанем, да. Проверим. Так, ну все. Написал. Точнее, жалобу инспектор зафиксировал. Теперь сейчас дежурную часть позвонит. Продиктует им номер КУСМИ. Скажет и проверочка проведется. Ну, я отслежу. Пока сейчас он, наверное, рулетку достанет. Определим, где сначала проезжая часть. Пересечение здесь правильно? Здесь же пересечение проезжей частей. Я правильно понял вас, инспектор? Здесь же перекресток. Круговое движение. Ну, перекресток с круговым движением. Правильно. Перекресток это с круговым движением. Это, по сути дела, четыре перекрестка обычных. Если выпрямить, да? Прямых. Ну, все. Давайте померим. Вот, пересечение 5 метров. Есть или нет? Если есть, все хорошее. Пожелаю вам счастливого пути. Не нарушать больше. И никогда. И все. И не останавливать без причин. Что вы подсказываете старшим? Нет. Правильно. На месте обязаны? Я вам не обязан. Обязаны? На месте мерить. Обязаны на месте. Да. В рамках. Вы плохо знаете закон. Дело в том, что при выявлении возможного даже подозрения в совершении административного правонарушения, что делается? Незамедлительно. Нет, давайте. Все правильно. Конечно. Незамедлительно. А иначе как? Получается, скрываете что ли правонарушение? Как это? Как я потом узнаю? Нет, подождите. Держите вы здесь. А я 5 метров буду смотреть. А готово. Вы скажете, там 3 метра. Сколько здесь метров? 5 метров. Вот здесь, да? А у вас рулетка 5. Ну-ка. 4. А то можешь найти обрезанное. 3. 2. 1. Все. Вопросов нет. Чики-бамбуни. Да, все четко. Не нарушается. Видите, вот здесь, друзья, где-то заканчивается. Вот в этой области. То есть, а перекресток начинается там. То есть, инспекторы стоят без нарушения правил дорожной железы. Так. Скажите, где тут найти стоянку? О, это инспектор. Стоянку? Нет, чего куда тебе? Ну, чтобы до завтра стоять спокойно. До завтра стоять. Стоянку. 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 Ну, там лучше. Тверская область не стоять. Так, вы мне номер КУС продиктуете еще, ладно? Ага. Все. Отлично. Так, Московская область, город Дубна. Все четко. Телефон доверия. Проще вон. На том, кейш-круговом. Первый, кейш-кейш. Лучше там, там вас еще на таких участках. Инспектор, можете, пожалуйста, продиктовать? Вы уже объяснили там водителю. А то я немножко спешу, просто вы меня и так задержали сильно резко. Понятно. Я хоть это... Продиктуйте там, кратко изложите, ладно? Суть. Суть моего. Дежурную часть и все. Я поехал тогда. Пусть не дозвонится, да? Дежурную часть. Да, да. Да, иди, конечно. Слышь, ну скажи, жалобные. Я вижу, что-то, конечно, что-то, которые уже зарегистрировали. Ну, не знаю, зарегистрировали. Да, я просто водительную жалобу не могу запрещать. Да. Да. Хоть пока никого не останавливает, пока я здесь. Да, Шамардин Алексей Александрович. А то непонятно, водители останавливают без причины на... Алексей Александрович? Да, Алексей Александрович, все правильно. Просто без причин. Никого не досматривают, ничего. Документы какие-то, просто посмотрят и все. Как можно операции проводить? Что они выявят тут? Ну, с человека там, может, что-нибудь в багажнике запрещенное везет. Да, да, правильно. Да вы кратко скажите, что вы не провели полностью в операции анаконды и все. Я ему субботу отвезу все. А, ну он скажет номер КУСПА потом, да. А, ну все, так еще лучше. А, это, электронную почту не записали для ответа. Давайте я потом зафиксирую, а то это долго диктовать я сам. Ну, там дальше после... Да, да, я вот здесь вот запишу электронную почту, просто куда ответить, чтобы... А то для ответа самое главное непонятно. Куда? Да, подначение ваше скажите, пожалуйста. Не, все это данные вот такие я только дам. Уж все проверяли, то что нужно. Сколько... Сколько можно. Одни проверки. Закусировали? Да. Да, еще. Нехорошо не полностью проводить операцию, я считаю, что вы свои... Вы так считаете? Да, должностные обязанности не выполняете, я так считаю, в полном объеме. Потому что я знаю, что такое операция на Кондо очень хорошо. А нет. И как она проводится, видел неоднократно. А? Мы на вас очень рады, вы все это знаете. Ну вот, видите, как хорошо. Хоть никого не останавливайте без причины, пока я здесь, да? Почему? Всех остановлю. Так, а у всех вообще одно остановили автомобиль. Я же видел. Да, кажется. Ну, два, может, максимум. Ерундой занимайтесь. Поехали где-нибудь, где действительно правила дорожного движения нарушаются массово. Вот там бы постояли, посмотрели, где безопасность нужно соблюдать. А здесь что стоять-то? Кого тут выявите? Это надо багажник досмотреть. Это надо полностью все смотреть. Вот так вот. 22-27. А, номер КУСПА 22-27. Все, от 12-го 07-го, да? Ну, конечно. Все, спасибо. Ну, а то вдруг что-то перепутаете-то. Ну, ладно, давайте тогда. Постоял бы я с вами тут. Постойте. Посмотрел бы, как тут работа ведется. Как за тонировку тут вот это все. Ну, конечно, за все. За все, да? Да, правильно, надо обязательно. Безопасность соблюдал. А то просто так, что ж без непонятно что останавливать, зачем. Ладно, давайте тогда. Счастливого пути спешу просто. Да, не нарушайте больше никогда, ладно? Ну, никогда не нарушайте. Никогда? Ладно. Ну, бывает что-то. Бывает, да? А, ну вот, честный человек. Потому что не бывает такого, чтобы никогда прям. Правильно? Случайно тоже бывает. Редко, редко, но бывает. Все, до свидания. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин